Сделать город красивее может каждый. И это не просто лозунг. В эту субботу в Риотве акция. Ее название говорит само за себя – посади свое дерево. Принять неучастие призывают всех горожан. Объявление о времени и месте проведения теперь на доске у каждого подъезда. А еще на больших билбордах в разных точках Риотова. Всем, кто захочет увековечить себя в зеленой истории города, предоставят и дерево, и лопату. Нужно только прийти с 10 утра до полудня. Место встречи – сквер за ДК «Мир» и парк на южной стороне. В шестой школе учебный день не задался. С утра звучит предупреждение о пожаре и четкие инструкции, что делать персоналу и ученикам. Их здесь больше тысячи. Всему персоналу и учащимся покинут помещение школы. Встроенными рядами школьники идут по коридору и спускаются к выходам. Их здесь девять. Стараются не бежать и не толкаться, как учили педагоги. Точно по инструкции строятся на стадионе. Тут выясняется – тревога учебная. Зато этот урок все выполнили на отлично. Что делать в случае реальной угрозы, теперь знает даже началка. Надо собраться, взять этот журнал, табличку и выбежать. Это урок не только для школьников, для пожарных. Тоже очередная тренировка. На месте уже через три минуты. Два пожарных расчета в полной боевой выкладке. Пожар потушен условно пострадавшие в безопасности. Нормативное время для данной школы при данном количестве человек около семи минут. Но при активном участии преподавательского состава и добровольной пожарной дружины уложились четыре минуты. Ученики расходятся по классам. Для них урок безопасности уже позади. Для взрослых все только начинается. Были недочеты. Значит, надо обсудить. На занятии замы по безопасности всех городских школ им еще раз напоминают – такие тренировки должны проходить и у них. Минимум раз в месяц. Основная цель тренировки – это подготовить персонал образовательного учреждения, учащихся к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Научить правильно использовать первичные средства пожарных решений. И чем больше повторений, тем лучше результат, говорят с кафедры. В вопросах безопасности мелочей быть не может. После того, как МКАД закрыли для большегруза в дневные часы, водители решили проводить недалеко от Кольцевой. Например, на улицах Реутова. Теперь стоять можно не везде. На самых проблемных участках за это будут штрафовать. В городе установлены новые знаки. Водителям легковушек теперь за парковку в неположенном месте тоже придется раскошелиться. Какая-то уже последовательность идет. Мы сначала поставили на Юбилейном проспекте, на улице Молодежная. Теперь перешли на улицу Гагарина. Здесь будет установлено не три знака, а более. Порядка десяти знаков. Почему мы эту работу проводим? Потому что у нас город превратился просто-напросто в проезжей части в стоянку для автомобилей. Такого не должно быть. Дорога должна быть проезжей частью. Реутовская палитра – это название уже традиционной для города выставки. На этот раз участвуют 16 художников. В городской галерее они представили почти семь десятков самобытных работ. Все в разных жанрах и технике. Пейзажи, портреты, натюрморты написаны маслом, акварелью или просто карандашом. Общее только время создания – последний год. Согласно прогнозам, днем будет ясно. Осадков не ожидается. Температура воздуха 20 градусов выше нуля. Атмосферное давление 752 миллиметра. Ртутного столба ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин